Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Приветствую вас на канале Ленивый Огород. Сегодня я вам покажу уникальный и в то же время простой способ выращивания лука порея. Обычно агротехника выращивания заключается в посеве семенами. Я же попробовал вырастить лук порей луковицами. Мне это удалось и я с радостью делюсь этой техникой выращивания с вами. На второй год выращивания после того как порей отцвел и я собрал семена, я выкопал луковицу, просушил и убрал в сарай до осени. Осенью я достал луковицы и поставил их в цветочный горшок на проращивание. Через 15 дней они выпустили корни и стали прорастать. Их-то я и решил посадить. Если мы выращиваем азимый чеснок, то и порей должен вырасти не хуже. Отбираем лучшие экземпляры, которые будем сажать. Я решил сажать порей на бывшую огуречную грядку. С помощью посадочного конуса делаю лунки. В лунку помещаю луковичку и сверху присыпаю грунтом. Нужно тщательно полить каждое растение, но так как сегодня обещают дожди, я поливать не буду. Таким же образом сажаем и другие луковицы. Добавляем луковичку. Добавляем луковичку. Нужно тщательно перейти. Нужно тщательно перейти. Утяжка. Тщательно перейти. Сверху надеваем на растение кольцо, сделанное из подручных материалов. Кольцо можно сделать из пластиковой бутылки. И присыпаем, чтобы не упало. Весной, как только сошел снег, лук порей радует уже своей зеленью. В мае месяце в средней полосе начинаем его убирать. На юге порей готов к уборке уже в апреле. Выращенный таким образом лук не поражается вредителями, в частности луковой мухой. Так как урожай мы собираем раньше, чем начинается массовый вылет вредителя. Давайте посмотрим, что у нас наросло. Отличный экземпляр. Очень важно не передержать лук порей на грядке, потому что порей выращенный из луковиц, очень быстро зацветает, и тогда в пищу он уже не годится, потому что становится жестким и волокнистым. Лучше его выдернуть пораньше, чем передержать на грядке. Раньше луковицы порей в тарогодке я выкидывал, как оказалось зря. Из него вырос отличный порей. Хоронять лук порей можно в песке, обрезав корни. Также его можно порезать и заморозить в морозилке, и использовать по мере необходимости. Также порей можно замариновать. Кстати, из обрезанных корней у меня выросла целая кучка мелкого лука порея. Я их прикопал для эксперимента, плохо что не снимал. Не думал, что из этого что-то вырастет. В общем, неплохой лучок вырос. Без подкормки, без поливов. Я думаю, эксперимент удался. А вот это как раз порей, выращенный из обрезанных корней. Для салатов сгодится. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Удачи. Увидимся.